всем привет сегодня у нас 11 августа 2023 года я приехала на дачу и первое что я здесь увидела это то что у нас от этой яблони отломилась ветка но в принципе мы собирались с этой веткой что-то делать или укорачивать ее потому что видно какая она длинная и было видно что она не жилец ну и вообще яблони конечно старые очень старые и должна была уже что-то такое с ней должно было произойти ну там тоже еще ветки кандидата на удаление не знаю все время мы заканчиваем ездить раньше времени в связи с чем у нас получается вот такие казусы периодически несколько лет назад помощью при маме ты позже по моему ломалась та же ветка такая же крупная с этой же яблони ну а то я вам которую я вам в прошлый раз показывала она тоже постоянно ломается ну и вот я только что приехал даже еще не вошла в дом увидев эту ветку решила сразу записать что у нас здесь изменилось ничего особенно в общем-то не произошло насколько я вижу немножко здесь опять заросло я в прошлый раз сколько могла делала в общем удаляла траву где могла тут у нас мучирование то что мы измельчали кучу ранее срезанных веток ну и вот здесь все то же самое да я тут в прошлый раз перед отъездом состригла газончик этот и клевер и вот этот чабрец и тут конечно непонятно что ну здесь надо досаживать газоны чтобы делать с этим участком раньше здесь был курс который мы удалили ну не знаю что будет может правда посадить какую-нибудь гортензию или что-нибудь вроде того так здесь опять нападали яблоки придется их убирать и вот эта ветка как бы тоже не обломилась ну посмотрим посмотрим вот это вот все тоже может опломиться так здесь я подсеивала немножко немножко новых семян газонных но они конечно же еще не зашли тем более что я вот здесь их не прикрыл вот эти красненькие штучки красненькие это и есть семена они в чем-то больно и я думаю если они зайдут то еще не скоро так яблок много хороших ну немного плохих а здесь вот я этот черная земля это там где я о лягушка скачет присыпала землей посеянные семена так наш куда яблоки яблоко закинула так на здесь я в тот раз чуть-чуть пополола но без по особого энтузиазма удаляла тоже очищала от травы те туи которые маленькие растут и вот там убрала был там вот этот ревень и тоже срезался листья так ну и в общем приезжал я на дачу то есть ехала я на дача с целью полить недавно посаженный дайкон но пока я ехала уже прошел дождь наверное плевать ничего не надо вот довольно много дождя было но все равно наверно полью пропалю так здесь я посадила посадила веточку просто воткнул землю посмотрим как она приживется или нет это ветка туи которая на дороге растет она такая золотистая не знаю что получится но если приживется будет у нас другой вид туи не только же нам нашу вот эту рассаживать которая у нас растет флоксы вот вот они чем-то поражены что это такое надо их срезать и уничтожить что это такой какой-то грибок наверное характерный для флокс и вообще честно говоря вот цветы они так очень недолго красоту свою дают а потом они становятся вообще очень непривлекательные надо с ними что-то делать так ну и давайте посмотрим как подросли наши дайконы наши дайконы неплохо подросли ну вот видно где они вообще не взошли несколько штук здесь тоже ну неплохо надо будет их еще полить ну вроде ожидается уже снижение жары и дожди будут так зря я пошла не переодевшись сейчас могут мокрые ноги вот так вот это тоже как бы у нас не обломилась эти все ветки надо бы их наверное подтянуть не так привязаны но это все очень давно было сделано по моему это не работает в общем как-то надо это дело подвязать или будь что будет то что отвалится то отрежем так здесь у меня клубника в общем все это надо полоть я приехала всего лишь на день день возможно вечером уеду но скорее всего завтра утром поеду не хочется торопиться но завтра утром тоже часов в десять и я уже поеду а сейчас тоже в утро сейчас у нас 11 часов дня ну или утра так вот последняя грядка тут что-то весь дайкон как-то наклонился счет с ним такое странное куда-то его понесло в бок надо порохлить что ли это дело это же он не весел нашел ладно уже все жара кончилась основная больше не будет так а вот тут вот у меня был еще эксперимент вот тут так раз газончик то и взошел вот тут я насыпала газончик но не вот тот красненький а другой и присыпала аккуратненько хорошей землей и вот тут он хорошо так зашел посмотрим как он разовьется здесь я пытаюсь уничтожить эти два цветка вот этот какой-то похожий на тысячелистник и вот тут какой-то он цветет желтыми но он слишком большой все вот эти многолетники они не очень нравятся вам их разводил тоже с ними тоже возни довольно много здесь я тоже посадила ну по-моему здесь я как раз красненький посадила забыла уже хотела записать домой да ладно запомнил уже не помню как собрали в прошлый раз смородину слава богу и можно теперь за нее не беспокоиться так ну и вот этот лилиник который я говорила что мама всех все цветы как-то обрабатывала что-то она с ними делала они все были больше по размеру сама листва была выше пионы вот те совсем захерели то ли они действительно как вот говорят немного как бы сказать чувствуют другого человека то ли что то ли просто чисто физически действительно не хватает какой-то каких-то веществ вообще ладно буду что-то делать сначала надо переодеться а вот я забыла показать этот клематиста который был поражен меня тлей тлей был поражен и дихлофосом я брызгала и вот я отрезала то кончики специально что вот он цвел вот здесь не высоко там около крыши а вот здесь ну вроде ничего так ну конечно надо было его обрабатывать тлей получше вот красивые такие там два вида или три даже я уже не помню какие климатисты здесь посажены это все мало сажал за пару лет до своей кончины вот ну и вот это вот жимолость была посажена вообще много-много лет назад мы ее уничтожали потом она опять проросла ей уже дали последний шанс но чувствую что мы ее тоже будем удалять потому что она мешает здесь ходить и ветки вот лезет туда на крышу и там разрушает рубероид в общем вот так ну в общем вот такие дела такие наши дачные дела всем пока